Это новости на телеканале Рыбака Омск в студии Ксения Товичкина. Итак, о главном к этому часу. Успеть за три недели кому омские дороги по ночам спать не дают? Смог горячих лесов не перебил запах химических выбросов в омском воздухе. Так, по данным Упертышского ОГМС, в июле омичи шесть раз дышали хлоридом водорода. Его концентрация была превышена в несколько раз. Хуже всего пришлось жителям советского округа. Там специалисты зафиксировали наиболее высокий уровень загрязнения сероводорода. В Октябрьском округе пробы показали наличие недопустимых показателей формальдегида и этилбензола. И это несмотря на то, что в Минприроды находят виновных. Сначала в ведомстве сообщили, что омский воздух загрязняет компания Астра. Чуть позже в выбросах обвинили Химпром. Возбуждено дело об административном правонарушении. Руководству выписан штраф в 40 тысяч рублей. Однако от этого омский воздух, похоже, чище не становится. Жалобы на едкий запах продолжают поступать в единый центр мониторинга. Жалуются омичи в последнее время не только на качество воздуха в Омске. Горожане все чаще говорят о загрязнении РТШ. Очередное видеообращение появилось сегодня в группе «Инцидент Омск» ВКонтакте. На нем видно, как по поверхности воды в районе речпорта плывут мелкие черные пятна, похожие на следы нефтепродуктов. Автор ролика уверяет, что река в этом месте источает едкий запах. Соляра, мазута, все подряд плывет. Чего они там творят? Уже, по-моему, не первый раз. Это просто дышать, это просто жесть. На языке прям вот стоим, рыбачили. Просто на языке вот запах, вкус солярки, там чего-то такого. Это видео уже третий факт загрязнения РТШ за последнюю неделю. Напомню, сначала в сеть попал ролик, на котором видно, как в реку сливают какую-то черную жижу. Однако в Росприроднадзоре журналистам РБК «Омск» сообщили, что на момент замеров никаких темных пятен обнаружено не было. Но дело об административном нарушении все же завели им пока на неустановленную группу лиц. Впрочем, найти одного виновного в загрязнении РТШ ведомству все же удалось. Установлено, что санаторий «Колос» сливал в реку опасные вещества. Рядом с организацией обнаружены следы нефтепродуктов цинка, меди и аммиака. Согласно результатам проверки, объем сброса сточных вод санатория оказался выше, чем должно быть по нормативам. Руководство обязали устранить нарушения. Форум межрегионального сотрудничества, к которому в Омске активно готовится, возможно под угрозой срыва. Такое предположение сделали сразу несколько омских изданий. Поводом к таким заключениям журналистов стала информация об увольнении сразу двух чиновниц из мэрии. Известно, что написавшие заявление по собственному желанию отвечали за капремонт домов, расположенных по гостевому маршруту участников форума. Это заместитель директора департамента Ольга Горбунова и начальник отдела организации ремонта жилищного фонда Светлана Харитонова. Несколько омских изданий предположили, что таким образом чиновницы попытались избежать ответственности за неготовность Омска к визиту президентов. Строительным контролем на ремонтируемых объектах пока никто не занимается. Конкурсы по отбору подбодрядчиков прошли только в конце июля. И несмотря на то, что федеральные деньги уже пришли, ремонтные работы могут быть не закончены в срок. Однако в мэрии уверяют, увольнение чиновниц накануне приезда в Омск двух президентов России и Казахстана – простое совпадение. И с данной ситуацией никак не связано. Ремонт на 169 домах проходит по графику, все в плановом режиме. Специалисты увольны по собственному желанию, каждая исходя из своих личных семейных обстоятельств. Препятствовать работодатель в этом случае не имеет права. Хочется заострить внимание, что обе должности уже замещены высококвалифицированными специалистами. Если бы действительно были некие риски или проблемы в этой области, которые предполагают представители СМИ, то вряд ли бы нашлись кандидатуры так быстро для замещения данных должностей. На каком этапе сейчас подготовка городских улиц к форуму на самом деле журналистам показали сегодня. Заместитель мэра Евгений Фомин и министр энергетики Омской области Вадим Марыгин посетили с рабочим визитом ключевые объекты, которые благоустроят к визиту президентов России и Казахстана. В рамках национального проекта формирования комфортной городской среды в этом году реконструируют 13 общественных территорий. Как продвигаются работы и успеют ли подрядчики уложиться в сроки – подробности у нашего корреспондента. Вместо этой разрушающейся от времени плитки на бульваре Победы появится новая мраморная. Также строители до 15 декабря смонтируют освещение, обустроят спортивную площадку и место для проведения праздников. Уже совсем скоро здесь появятся скамейки и урны, новые деревья и цветы. А самое главное – капитально отремонтируют мемориал «Слава героям». Второй этап реконструкции бульвара Победы идет полным ходом. Объем работы большой, однако подрядчик уверяет – выполнит все в срок, чувствует ответственность перед всеми жителями Омска. «Ответственность мы чувствуем не только перед правительством, перед городом, но и перед поколением, которое позволило нам здесь всем стоять и находиться. Это перед нашими дедами и прадедами. Гарантийный срок по этому объекту установлен два года в рамках наших гарантийных обязательств. Если что-то происходит, мы обязаны за свой счет в кратчайшие сроки устранить». Эта же строительная компания отвечает и за качество работ на улице Бударина, где появится площадка для воркаута, уличной гимнастики и фонтан. Объект благоустраивают в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды в два этапа, а работы продолжатся и в следующем году. Всего в 2019-м реконструируют 13 общественных территорий в Омске, среди них бульвар Мартынова, театральная и привокзальная площади. Общий объем финансирования – более 300 миллионов рублей. «Работы все законтрактованы. Единственное, по стелле торги состоятся 12 августа со сроком исполнения 15 декабря. Заявки, в принципе, уже есть. Подрядчики примерные, мы уже знаем. То есть между ними развернется борьба. Сомнений о том, что мы реализуем нацпроект, в этом году сомнений у нас нет». Преобразятся не только общественные пространства, но и фасады многоэтажек, расположенных вдоль гостевого маршрута, по которому проследуют президенты двух государств и участники Российско-Казахстанского форума. Глобальный ремонт уже идет на 169 домах. Объем работ настолько велик, что из федерального бюджета Омску только на обновление фасадов выделено свыше миллиарда рублей. И еще миллиард на капитальный ремонт многоэтажек, реконструкции которых пришлось добиваться через суд. «Это беспрецедентно большие суммы, которые выделяются городу Омску. Вы прекрасно знаете бюджет нашего города. И одномоментно такие денежные вливания помогают и помогут благоустроить инфраструктуру города, ну и сделать среду обитания амичей более комфортной и приятной». К освоению дополнительного миллиарда приступят уже в следующем году. До конца 2019-го строители должны, помимо прочего, благоустроить 30 городских дворов в рамках реализации все того же нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Треть работ уже выполнена. До межрегионального форума еще два месяца. А вот до завершения очередного этапа нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Омске осталось всего три недели. Подрядчики должны успеть уложить асфальт на всех объектах к первому сентября. Иначе организации получат немалые штрафы за срыв сроков. Что может помешать выполнить условия госконтрактов, расскажет Алексей Григорьев. Ни минуты покоя. Ремонт омских дорог не прекращается ни днем, ни ночью. Чтобы не создавать пробок на городских магистралях, подрядчики выбирают время, когда город засыпает. Например, замена асфальта на улице Конева начинается в 9 вечера. Темное время суток рабочим не помеха. Современные технологии позволяют укладывать финишное дорожное покрытие даже под покровом ночи. Всего же на левобережье новый асфальт появится на шести дорогах. На данном этапе укладывается верхний слой. Это финишное покрытие улицы Конева от 70 лет октября до Ватутина. Данный контракт у континента по левому берегу – это шесть участков. Три из которых они уже закончили – это у нас 70 лет октября, улицы Несейска и Транссибирска. Всего в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Омске отремонтируют 17 магистралей. Это более 40 километров нового асфальта. Общая стоимость работ – 1 миллиард рублей. На городские магистрали с максимальной загруженностью денег для ремонта не жалеют. Например, на улицу Конева выделено 32 миллиона рублей. Здесь покрытие особое для Омска. Пока редкое, даже уникальное. Особо прочный асфальт предназначен для высокого трафика автомобилей. Эта технология уже в России давно. Это просто в нашем городе из-за дороговизны использовалось редко. То есть это щебеночно-мастичный асфальтобетон, то есть щима. Это у него более долговечный срок гарантии, то есть износостойкость. По всем характеристикам он намного лучше, чем простой асфальтобетон. Контроль ремонта дорог ведется городской администрацией и специалистами стройконтроля, что называется в режиме онлайн. Постоянный мониторинг позволяет оперативно устранять возникающие проблемы и повышать качество ремонта дорог. На данный момент на шести улицах из семнадцати работы полностью завершены. Так улицу Конева для автомобилистов обещают полностью открыть уже через пару дней. А остальные магистрали подрядчик готовится сдать к первому сентября. Ипотека под 8% годовых. Цель, поставленная президентом Владимиром Путиным в начале этого года, почти достигнута. Банки постепенно снижают процентные ставки вслед за падением ключевой ставки Центробанка. Напомню, около недели назад регулятор снизил ее до 7,25% годовых. Сбербанк сообщил уже о втором за последние три месяца снижении. Ставка на приобретение строящегося жилья в ипотеку составила 9,6%. Готового жилья 9,8%. О снижении ипотечных ставок в среднем на полпроцента объявил ВТБ банк и Россельхозбанк. Эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится и заветная планка в 8% годовых все-таки будет достигнута в ближайшее время. О ситуации на омском рынке недвижимости поговорим с руководителем отдела продаж риэлторского агентства Омска Сель Тубикбаевой. Сель, здравствуйте. Здравствуйте. Процентные ставки на ипотеку снижаются во всех банках. О чем говорит эта тенденция? Стоит ли еще подождать или самое время оформлять займы? Ну, вы знаете, сейчас, в принципе, повторяется, наверное, такая ситуация с 17-18 годов, когда, да, у нас стремительно падают ставочки. Ну, я считаю, надо брать. Вот если прям захотелось, если все-таки настал момент, не нужно ничего ждать, нужно обязательно брать. В крайнем случае, да, если еще прям упадут, как нам вещают, да, и обещают до 8%, то в любом случае всегда можно там перекредитоваться, перерефинансироваться, либо в рамках своего банка, да, либо потом в дальнейшем в других банках. Всегда есть шанс понизить ставку. Вот понижение уже ставок привело к повышению спроса? Наверное, еще пока нет, потому что все-таки у нас сейчас сезон отпусков. Вот выпускные отпуска, июнь, июль, август, пока такие месяцы, когда, ну, собственно, даже некогда включаться, да, вот в этот момент все, как правило, в сентября начинают уже задумываться о покупке недвижимости. И поэтому, в принципе, вот прям ажиотажа такого пока нет. Но очень многие уже задумались, очень многие уже начинают, это же такой процесс подготовки долгий, сначала нужно решиться, потом подготовиться, а потом все-таки, да, пойти там, либо в агентство, да, либо самостоятельно в банк. Вот, поэтому, в принципе, процесс подготовки уже начался. Пока такого ажиотажа прям вот совсем, еще, я думаю, ждем сентября. Снижение ипотечных ставок — это еще и шанс для тех, кто уже оформил ипотечный заим. Перефинансировать свой долг и снизить платеж или срок, да, погашения платежа. Вот насколько часто люди обращаются с такой просьбой и отреагировали ли они уже на снижение ставок? Ну, смотрите, процесс вообще рефинансирования, он выгоден только тогда, когда у тебя была очень большая процентная ставка, наверное, ну, года 2-3 назад, да. А у нас получается так, что в 17-18 годах были ставки очень низкие, но, в принципе, 8,6 начиная, да, ставка была. Поэтому рефинансировать их сейчас, когда она, в принципе, одинаковая, невыгодно. Вообще, конечно, вот чтобы прям конкретно сэкономить, это нужно вот обратиться к специалисту по недвижимости, который вот конкретно просчитает, вот выгодно или нет. Если ставка была выше, чем, ну, наверное, 10,5, тогда, конечно, ну, это есть смысл, опять же, да, когда взяли ипотечный кредит. Сейчас банки, очень многие идут на, ну, скажем так, на то, что они понижают ставки в рамках своего банка все-таки, да, ипотечных, не хотят терять заемщиков. Обычно снижение ставок в банках приводит к обратному процессу на рынке недвижимости. Сами цены на квартиры растут. Уже появилась ли такая тенденция намечена? По статистике все-таки, да, прошлых годов, когда у нас стремительно падали ставочки вниз, и за ними следом падала недвижимость, когда были огромные прогнозы на то, что, ой, ставка там 8,6, да, и недвижимость возрастет глобально в цене. Такого не произошло, как будет сейчас. Ну, вот прям, ну, такого тоже прогноза сделать не могу. Ну, скорее всего, это будет сезонно, то есть у нас впереди не за горами Новый год, и я думаю, что это будет в рамках, ну, скажем так, покупки перед Новым годом. Как всегда это бывает, ну, вот как бы с года в год, что с сентября по ноябрь по декабрь все равно немножечко, да, я думаю, ценник подрастет. Потом, в принципе, сейчас самое время брать. Август, сентябрь – это такое, когда продавцы, скажем так, еще не сильно отследили, какая цена, да, на рынке. То есть если что-то там продавалось, продается по низкой, ставки падают. То есть ждать, пока они там упадут, но если упадут, тогда будет обидно, если ценник возрастет. Поэтому самое время. Недавно на рынке недвижимости запустили новую систему оплаты, это эскроу-счета, да, с застройщиком еще в недостроенных домах. Вот, напомните, пожалуйста, в чем механизм и для чего вообще его вводили? Ввели поправки в 214 закон. То есть, грубо говоря, если обычным, да, людским языком скажу, между застройщиком и вкладчиком появился посредник – это банк. То есть, грубо говоря, люди несут деньги в банк, да, при покупке недвижимости именно у застройщика, а застройщик строит деньги, ну, на свои деньги, жилье. Но вот по статистике сейчас уже, да, 95% застройщиков работают по старым программам своим, поэтому ничего, в принципе, не изменилось. Видимо, эскроу-счета нас сильно коснутся, наверное, через год-два, я думаю. Поэтому прогнозы, которые нам, конечно, говорили, да, о каких прогнозах, там, в июле будет, да, что пилотная версия все-таки там запущена, да, ну, я не вижу никаких изменений абсолютно. По крайней мере, вот именно в нашей области, да, может быть, по Санкт-Петербургу, там, по Москве как-то там что-то где-то изменения бывают. У нас, ну, пока не коснулось это сильно. То есть сама система эскроу-счетов еще в Омском регионе не работает? Я думаю, да. То есть, в принципе, у нас как-то застройщики вовремя, скажем так, подсуетились, ну, перевели, получили разрешение на строительство, да, пораньше. И сейчас, ну, вот практически все застройщики работают так же по старым программам. Поэтому эскроу-счета, это же не только применимо к застройщикам, это еще применимо, в принципе, к физлицам. Но мы привыкли работать вот как работали пока. Эскроу-счета у нас сейчас, я считаю, что пока не действуют в активной форме. К сожалению. Ну, возможно, к сожалению, потому что, в принципе, система классная. Вот это вот, потому что, например, если нам нужно направить счета, допустим, оплату, да, по ипотечному кредиту, допустим, там, на первоначальный взнос продавцу, сумма кредита уже, да, прошла продавцу и, допустим, там, комиссия к это агентству, то есть кроу-счет может с одного места все это, ну, как бы, расфасовать по кармашечкам, да, одновременно. То есть у нас пока таких неаккредитивных ячейки так не работает. Ну, и, тем не менее, таким образом дольщики были бы защищены, да, что застройщик не будет использовать их деньги для строительства других домов, чтобы, там, ожидать еще, там, годы своего жилья. Ну, и вообще, если говорить тогда о рынке в целом, если Омский регион у нас пока, так скажем, перестраховался, да, и продолжает работать по старым схемам, после ввода экскроу-счетов прогноз был такой, что застройщики, ну, будут вынуждены обращаться в банки, да, потому что собственных средств не хватит на строительство новых домов. Таким образом, естественно, все затраты, они вложат в стоимость квартир, следовательно, будет повышение. Вот, вообще, реализовался ли этот прогноз сейчас на деле, если говорить в целом по России? Ну, я думаю, вот, как бы отрицать совсем, да, что прогноза такого не будет, я, наверное, не стану. Я думаю, что это все просто растянется. Ну, то есть не в ближайшее время, а на год-два вперед. Потому что, ну, говорю, опять же, да, застройщики работают по старым схемам, сильно там не торопятся, большого объема застройки у нас нет, ну, в нашем регионе, я конкретно, да, применима к нам. Поэтому, вот, тех прогнозов, которые нам, о которых нам говорили в начале года, они сейчас не реализовываются никак. Ценник, ну, растет, скажем так, в рамках, вот, стабильности. То есть на стадии застройки одна цена, то как только сдается дом, цена повыше. То есть это нормально. С января месяца, да, с этого года, конечно, повышение цен было на, ну, как бы, прилично, да, вот, ну, в рамках тоже региона. А как будет вот с января 2020 года, ну, вот, скорее всего, да, ценник чуть-чуть подрастет. Но это в рамках, наверное, вот тоже, опять же, нового года, сезона, то есть как обычно. Новый год, там, как бы, повышение цен, вот, грубо говоря. Вот. Как это будет конкретно, да, влиять на, ну, соотношение, да, снижение ставок и повышение? Ну, все-таки, я думаю, наверное, стоит ожидать, что ставочки чуть-чуть еще пониже станут. Ценник, ну, на новостройке, я думаю, что немного возрастет. Все-таки скроу до нас дойдут когда-то, но это будет, ну, я так думаю, год-два еще. Когда они там... Как специалисты вы бы посоветовали сейчас людям становиться участниками долевого строительства? Или все же сегодня, ну, более-менее такая безопасная схема, это новостройки уже готовые, там, да, или вторичное жилье? Ну, я бы, наверное, все-таки порекомендовала, наверное, вкладываться, да, либо уже, который сданный дом, да, либо, который за проверенный застройщик и сдача идет вот-вот, которые строят хотя бы по, ну, определенным своим хронобетражам, да, то есть вот обещали, там, в конце 19-го, значит, сдали, то есть вот так. Потому что, как правило, да, вкладываются не за наличные деньги, да, а ипотечные. Вот чтобы хоть как-то человек уже заехал и жил, хочется, чтобы он, ну, не платил два года, да, и непонятно как это. Это все равно в цене, в цене это кажется маленькой ценой, да, на стадии застройки, на самом деле он процент банку переплатит, ну, и, собственно, оно в то, ну, то и выльется. Конечно, лучше... То есть мнимая экономия получается? Получается мнимая экономия, конечно, хочется, чтобы человек заехал и жил. В принципе, по ценам большого отличия между на стадии застройки ценой, да, и на стадии выдачи, вот прям огромный нет, тысяча человек именно берет в ипотеку, потому что это все мнимое, действительно, расходов будет больше банку, по крайней мере. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, ситуацию на омском рынке недвижимости мы обсудили с руководителем отдела продаж риэлторского агентства Омска Асель Тубикбаевой. Чему будут учить омских школьников? Сегодня рассказала омский министр образования. Ставку в современных школах намерены сделать на несандартные программы, а в качестве основных направлений станут информатика и основы безопасной жизнедеятельности. Такой неожиданный выбор приоритетных школьных дисциплин глава регионального Минобра объяснила просьбами родителей, отметив при этом, что новые стандарты требуют и соответствующего финансирования. На деньги из федерального бюджета в рамках нацпроекта образования в Омске построят новые школы и детские сады. Общеобразовательные учреждения появятся в Амурском поселке и в Горьковском районе, а детсады построят на 22-й рабочей улицах Краснознаменная, Лисицкого и Конева. Впрочем, изменения произойдут и в стенах действующих учебных учреждений. Уже с 1 сентября в областных школах будут введены 58 так называемых точек роста, где дети смогут обучаться нестандартным дисциплинам и развивать компьютерную грамотность. Это возможности для углубленного, профильного, более системного изучения нашими детьми трех предметных областей. Информатика, основа безопасности жизнедеятельности и технология. Это как раз те предметы, по которым идет движение вперед, очень интенсивное. И оборудование, которое на сегодняшний день не имеется для изучения этих предметов в рамках учебного плана, его, конечно, недостаточно. Впрочем, этот вопрос в Минобразовании решили. Будут закупаться 3D-принтеры, интерактивные доски, шлемы виртуальной реальности и даже квадрокоптеры. Как объясняют специалисты, этот инвентарь необходим для новой передовой и полной системы образования. В школах обещают создать и факультативы по эти технологиям и медиатворчеству, а также ввести новую дисциплину по шахматному образованию. Это будет обязательный урок во всех российских школах. Федеральные чиновники объясняют, игра хорошо развивает логику и математические способности, а также помогает детям в освоении точных наук. А вот в познании основных дисциплин русского языка, математики и литературы новшеств не ожидается. Таковы главные новости к этому часу. В студии была Ксения Туичкина. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова